Уважаемые коллеги, мы вас приветствуем в нашем центре специалист при МКТУ имени Баумана. И сегодня у нас вебинар, касающийся пяти рекомендаций для проведения ТОП-интервью. И перед тем, как я продолжу и расскажу о нашем центре, представлюсь, мне бы хотелось, чтобы вы в чате написали, с какими трудностями вы встречались при проведении ТОП-интервью, то есть интервью с ТОП-менеджерами. Если у вас был такой опыт и были трудности, напишите, пожалуйста, в чем они заключались. Если у вас не было такого опыта, но вы предполагаете, что в ближайшее время у вас будет такая возможность провести интервью с ТОП-менеджером, напишите, пожалуйста, чего вы опасаетесь, с какими тревогами вы сейчас пришли на этот вебинар, что вы хотите узнать. Вы напишите, я сейчас пока расскажу о нашем центре и о себе, и затем я прочитаю ваши вопросы и постараюсь на них ответить. Нашему центру в этом году исполняется 29 лет, уже скоро, буквально меньше месяца осталось, 10 ноября у нас день рождения, и у нас за это время более миллиона выпускников и более 250 преподавателей-практиков. Одним из преподавателей являюсь я, Ольга Юрьевна Светлышева. Я член Национального союза кадровиков, сертифицированный специалист в области кадрового менеджмента и кандидат юридических наук. Опыт работы, у меня основной опыт работы, это преподавательский и HR. HR начинала с кадрового агентства и затем выросла до директора по персоналу. В качестве директора по персоналу 12 лет назад пришла сюда, в Центр компьютерного обучения специалист. И сейчас я преподаю курсы, касающиеся управления персоналом, кадровые курсы, курсы по трудоустройству. Веду вот такие семинары, вебинары. И также я курирую HR-клуб специалисты. У нас есть свой HR-клуб, кто еще не знаком. Я вам сейчас ссылочки сделаю, чтобы вы могли подключиться. Консультирую наших слушателей, выпускников по направлению управления персоналом. Публикуюсь. И мои контакты. Подробнее обо мне вы можете узнать на сайте специалист.ру. Адрес почты тоже свой оставила, хотя вы можете его найти в личном кабинете, потому что вы все регистрировались на этот вебинар. И у вас уже есть доступ к личному кабинету, где я размещу презентацию и еще один подарок, о котором тоже расскажу. В социальных сетях я также представлена. И вот эта информация о нашем клубе. HR-клуб мы сейчас в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Телеграм и Инстаграм. Думаю, что куда-нибудь еще обязательно где-нибудь разместимся для того, чтобы помогать нашим слушателям. При обучении в нашем центре есть гарантии качества, результата, сохранение средств в организации. Мы гарантируем расписание. Кстати, расписание уже на следующий год имеется, так что можете записываться к нам. Гарантии безопасности. Обучаться у нас можно очно. Это групповое обучение и индивидуальное отдельно. Также мы очень активно развиваем электронное обучение онлайн. Сейчас вы, например, в режиме вебинара находитесь. У нас есть еще интересное направление – микролернинг. Кто не знает, что это такое, тоже могу рассказать. И смешанное обучение. Это очно-заочное и открытое. Каждый может выбрать себе любую форму, которая вам больше подходит. По темпераменту, по занятости и так далее. Документы об окончании, которые мы выдаем, это свидетельство об окончании курса, удостоверение о повышении квалификации, либо диплом о профессиональной переподготовке. Также, если вас интересует, в чем отличие между этими документами, можете обратиться. Я вам тоже расскажу. Или наши менеджеры расскажут. Тему, которую мы сегодня будем рассматривать, она касается подбора персонала. И более подробно мы говорим об этом, и не только говорим, мы практикуемся. на практическом курсе по подбору персонала. Я сегодня не буду говорить о том, какие вопросы надо задавать менеджерам, топ-менеджерам, для того, чтобы что-то выяснить. Кстати, если вам интересна эта тема, тоже могу такую тему сделать. У нас были запросы по разным темам. Я помню, в прошлый раз я обещала подготовить вебинар, уже готовлю его, о мотивационных кнопках. И обязательно проведу, либо в ноябре, либо в декабре месяце. Но вот в этом году обязательно проведу. Так что следите за нашей рассылкой. Я обязательно это сделаю. Кстати, если у вас еще есть какие-то пожелания к темам, можете тоже написать. Я это обязательно учту. И обратите внимание, что этот курс практически. Там мы учимся проводить собеседования, в том числе. И проводим собеседования с топ-менеджерами. И задаем им какие-то вопросы. Тема нашего вебинара немного другая. Рекомендации для проведения топ-интервью. Сейчас я о них расскажу. Но вот на этом курсе более подробно вы можете об этом узнать. На сегодняшний день этот курс 16 академических часов. И по воскресеньям, начиная со следующего воскресенья, я буду вести его очно. И по вебинару можно подключиться. Если вы где-то далеко находитесь, не можете приехать в Москву, вы можете подключиться по вебинару. Но, конечно, такие вещи лучше очно проходить, потому что он практический курс. Будет проходить это все на Белорусско-Савеловской. Форматы очная и дистанционная. И программа курса 4 модуля. Мы будем готовиться к проведению собеседования, интервью. Выбирать оптимальный стиль, вид, тип собеседования. В том числе и вопросы, которые нужно задавать на собеседование. Методики различные будем использовать. Например, кейсы, проективные методики, топ интервью по компетенциям и так далее. И дальше мы будем проводить интервью друг с другом. И задавать вопросы, оценивать и выстраивать профиль. Профиль кандидата. Так что приходите. Вот, я смотрю, к нам еще подключили слушатели. Ну, отлично. Значит, все хорошо. Итак, о чем мы будем говорить на этом вебинаре? Дело в том, что в свое время я начинала свою деятельность в HR с кадрового агентства. И там мне приходилось подбирать топ-менеджеров, поскольку опыта подбора еще не было. То есть я окончила курсы премии МГУ имени Ломоносова, получила диплом профессиональной переподготовки. И, собственно говоря, это мое первое место работы было. Опыта особого не было. И такие интервью мне давались достаточно трудно. Вот я пока не вижу ваших вопросов. Но, видимо, вопросов у вас нет. По топ-интервью. Есть, да. Сейчас обязательно прочитаю. Так вот, у меня были проблемы, у меня реальные проблемы были, начиная от психологического страха перед людьми, которые выше меня по статусу и которые знают в другой сфере больше, чем я. А я должна их оценивать. Вот такой страх у меня был, например. И были ситуации и опасения, что меня не будут всерьез воспринимать. Ну, потому что узнают, что вот я ничего не понимаю в этой сфере и всерьез не будут воспринимать. Поэтому чисто психологически я через это прошла и главный опыт получила именно в кадровом агентстве. Сейчас я продолжу. Вот пока прочитаю то, что написала нам Светлана. Она пишет, что участвовала, правда, давно в организации такого интервью. Со стороны соискателя было несколько пренебрежительных отношений ко всем, кто по статусу ниже первого заместителя гендиректора. Но, полагаю, это проблемы конкретного человека, не поголовных всех топ-соискателей. Светлана, большое спасибо, потому что, ну, вот то, что я озвучила, наверное, вот те страхи, они у меня были. И, в общем-то, они подтверждались. И то, что вы написали, да, не у всех, но у многих топ-менеджеров есть такое пренебрежительное отношение. И сегодня мы именно об этом и будем говорить. Не то, какие вопросы задавать им на собеседование. Список вопросов можно найти и, так сказать, задавать. А именно то, как сделать, во-первых, как его оценить, да, насколько он будет эффективен в нашей команде, компании. И, конечно, очень важный вопрос, касающийся, касается взаимоотношений, именно собеседования. Как выйти с достоинством из этого, после этого собеседования, да, и как вообще себя вести. Эмиль пишет, что я не думаю, что такое собеседование доверит рядовому HR-у. Тоже отвечу на ваш вопрос. Вы знаете, первое, значит, я рассказывала о том, что я в кадровом агентстве работала, а там работают рядовые HR-ы, то есть рекрутеры. В том числе, там, поскольку это была такая, ну, рыночная компания, ну, как и многие, собственно, небольшие агентства. В крупных агентствах там есть специализация разделения. У нас не было разделения. Там вот дали вакансию, и кто быстрее закроет, тот молодец. Поэтому, да, я совершенно без опыта, но у меня был возраст, что играло определенную роль, потому что топ-менеджер смотрит еще и на возраст. Если там совсем юное создание будет, конечно, отношение немного другое будет. И что касается ин-хаус в компании, у меня тоже был такой опыт. И там я уже была, правда, в статусе директора по персоналу. Там мне доверяли это проведение таких собеседований. Но я знаю, что есть компании, где сначала рекрутер проводит собеседование с топ-менеджеров, а потом уже, ну, как минимум, он проводит там телефонное интервью и скайп-интервью, да, а иногда и отчинное собеседование. И только после этого уже следующий этап – это проведение интервью с более высокостатусными людьми. Поэтому мне бы сегодня хотелось, собственно, я и готовила этот вебинар именно для HR-ов, которые могут столкнуться с этими проблемами. Я думаю, что давать советы собственнику или, там, скажем, топ-менеджеру, который проводит интервью со своей коллегой на равных, ну, нет смысла, потому что, наверное, у них нет тех проблем и тех трудностей, о которых мы сейчас говорим. Мне бы хотелось адресовать этот вебинар именно тем, кто только начинает проводить интервью, чтобы у них не было этих страхов. Или тот, кто уже проводит, но столкнулся с этими проблемами. Да, конечно, директоры по персоналу – это уже топ-статус, равность среди равных. Тут я с вами согласна. Ну, вот я еще раз повторяю, что мне бы хотелось облегчить работу и жизнь наших рекрутеров, которым, ну, так или иначе, придется это делать. Вот, ну, также я думаю, что этот вебинар будет полезен и тем, кто уже проводил, и у кого есть опыт, и, может быть, даже для топ-менеджеров тоже. Потому что информация, которую я сейчас озвучу, она следующая. Во-первых, мы выясним, кто такой топ-менеджер, то есть разберемся в терминологии, потому что многие называют топ-менеджерами не тех, кто считается и есть топ-менеджер. Затем мы посмотрим, какие есть категории топ-менеджеров и кто нам нужен, какие роли есть у топ-менеджеров, чем они отличаются от других кандидатов и соискателей. И дальше я, как и обещала, дам пять рекомендаций, как себя вести, как подготовиться к этому интервью, как себя вести во время интервью, чтобы не было мучительно, больно, да, за проведенное интервью. И где можно подробнее узнать о проведении такого интервью. Получим ответы на вопросы. У вас, если возникают вопросы, по ходу пишите, будем обсуждать. И бонус. Бонус – это подарок от меня, о котором я тоже вам расскажу. Итак, кто же такой топ-менеджер? И мы заглядываем в определение и выясняем, что топ-менеджер – это руководитель высшего звена иерархии организации. И эти руководители, собственно, для чего они нужны, да, они несут ответственность за эффективное управление организацией. Они находятся на самом верху, поэтому и название такое топ-менеджер. Но чаще всего мы по-русски называем их руководителей высшего уровня. Как правило, топ-менеджеры имеют определенные полномочия от собственника или от руководителя организации и власть. Они принимают такие решения, которые влияют на каждого сотрудника организации и несут ответственность за успешность или неудачу организации. Обратите внимание, они не только имеют полномочия, но и несут ответственность. Поэтому при подборе персонала, проводя такое интервью, нужно обращать внимание, а сможет ли этот конкретный человек, вот обладает ли он такими качествами, чтобы нести такую ответственность. Итак, что же делает топ-менеджер? Он реализует политику, цели, стратегии, бизнес-планы, бюджеты, проекты различные. Следовательно, при подборе мы должны обращать внимание именно на это. А сможет ли он реализовать эту политику? Если к нам приходит топ-менеджер и говорит, рассказывает о себе, о своем функционале, он говорит, ну знаете, я работал по стандартам, вот у меня там все было прописано, или я выполнял то, что мне говорит генеральный директор, то здесь я думаю, что такой топ-менеджер, если нам нужен человек на проект, предположим, или для того, чтобы разработать стратегию, такой топ-менеджер вряд ли нам поможет. Итак, если мы берем организационную структуру любой организации, она примерно таким образом выглядит. Ну, в данном случае мы видим организационную структуру, линейно-функциональную, хотя матричная и дивизиональная, они немного отличаются от того, что мы здесь видим с вами. И вот именно вот эта часть называется топ-менеджментом. Это руководитель организации и его заместители или функциональные руководители по направлениям. Обратите внимание, что топ-менеджеры имеют различные специализации, ну и, естественно, отвечают за различные направления деятельности организации. А теперь смотрите, вот, допустим, даже я, директор по персоналу, даже самый высший статус в иерархии HR, мне нужно провести интервью с директором по производству, директором по продажам, директором по финансам, директором и так далее. Согласитесь, что очень глубоко знать эту специфику я не могу. Ну, в лучшем случае я знаю, наверное, особенности бизнеса, если тем более давно работаю в этом бизнесе, наверное, знаю. Но какие-то тонкости, нюансы я не знаю, потому что иначе я бы могла заменить их всех и работать вместо них всех и так далее. Вот, я этого не знаю. Поэтому, а уж тем более, когда речь идет об обычном HR. Поэтому мы должны четко понимать, какой топ-менеджер нам нужен. Собственно, при проведении собеседования мы будем даже не столько обращать внимание на его специфику, сколько на какие-то другие вещи. Так вот, смотрите, нам, как правило, в организацию нужны высококвалифицированные руководители, у которых есть соответствующее образование, опыт работы, жизненный опыт желателя и какие-то личностные качества, такие как лидерские качества и так далее. Но чаще всего процентов вот таких высококвалифицированных руководителей, да еще чтобы подходили к нам по корпоративной культуре, вот по моим наблюдениям, ну процентов, я не знаю, на рынке вот свободных, я имею в виду, да, если без хейдхантинга, ну процентов 10. Все остальные 90% это так называемые около топовые категории. Может быть, вот я сейчас буду перечитать, может быть, вы вспомните кого-нибудь, кто у вас работал на уровне топ-менеджера, но был не из высококвалифицированных руководителей, а именно вот таких. Например, выпускники престижных учебных заведений, которых либо кто-то рекомендует, либо они сами приходят, очень красиво умеют говорить и руководители с радостью их берут, потому что молодые, энергичные, только-только из запарты вышли, что-то там знают, красивые термины какие-то, да, говорят, какие-то книжки читали, это же все супер, берем. Но здесь проблема заключается в том, что такие выпускники, вот таких выпускников, как правило, их учат, да, чему, что вы придете в организацию, особенно выпускники MBA, что вы придете в организацию, там будет все плохо, конечно, поэтому вы там и нужны, и поскольку вы звезды, да, то вам для того, чтобы реализовать свою стратегию, надо разрушить доставание все, что там есть, и потом уже на новом месте, на чистом строить новое. И вот они все это разрушают быстренько, сами знаете, да, что разрушать не строить, и затем не успевают, как правило, все это выстроить. Почему? Да потому что собственник ждет, 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 он видит, что все разрушено, он сначала дал кредит доверия, карт-бланш, пожалуйста, делайте то, что считаете нужным, тут все разрушено и ничего не создано. То есть прибыли никакой нет, да, от таких действий, и, в результате, этот руководитель устает и берет другого топ-менеджера. Я вам говорила о том, что первый мой опыт подбора топ-менеджера был в кадром агентстве, второй серьезный такой опыт был в одной производственной компании, где генеральный директор, он же собственник, очень любил менять своих замов, заместителей по направлениям, именно тех самых топ-менеджеров. С одной стороны, конечно, это его право, с другой стороны, с точки зрения менеджмента, наверное, не совсем правильно, но там была явная причина, причем я столкнулась с тем, что мои коллеги подтверждают, что в некоторых организациях так и делается. Ну, это отдельный разговор, почему там все это так происходило. В общем, я, как правило, ставилась перед фактом. Меня приглашали и говорили, вы знаете, нам нужен новый финансовый директор. Я говорю, как, мы же 4 месяца назад взяли финансовый директор. Не, не, он не справляется. На следующий день нам нужен новый директор по производству. Как, мы полгода назад, не, не справляется. И так далее. Ну, там были какие-то особенности. И вот у меня был очень хороший опыт, потому что я практически каждый день проводила вот эти собеседования с топ-менеджерами. В том числе проходили через эти собеседования выпускники престижных учебных заведений. Мы приглашали всех посмотреть, дать возможности. Но я понимаю, какой риск может нанести вот этот человек, если он еще не имеет жизненного опыта, профессионального. На мой взгляд, несколько легкомысленно так относятся к своим обязанностям. А цена ошибки у топа достаточно велика. Кто еще может быть? Управленцы, которые выстраивают внутриорганизационную карьеру. Вот он пришел в организацию, предположим, лет 15-20 назад. Сначала он был разнорабочим, параллельно учился, затем стал бригадиром, затем стал начальником цеха, затем начальником производства. И вот таким образом он, идя по ступенькам внутри организации, он вырос. Но при этом нужно смотреть, вот в течение всего этого времени он повышал свою квалификацию, он развивался как-то, или он только делал то, что в этой организации принято. Почему эти категории опасны? Они опасны своей негибкостью, например, и узостью мышления. Такие люди, опять же, подчеркиваю, те, кто не развивался. Может быть, человек постоянно развивался. Это здорово. Но, к сожалению, мой опыт показывает, что такие люди, как правило, плывут по течению и их поднимают именно потому, что этот человек лоялен компании. Лоялен. Забавная история произошла с моим приятелем, который во время прошлого кризиса 2008 года вырос из обычного СИС-админа в директор по IT-директор. Что произошло там? Произошло следующее. Он работал в компании, в банке, который в 2008 году там был кризис, и начал разваливаться. И вот тогда люди стали увольняться. Ему тоже сказали, что, скорее всего, твою должность сократят, поэтому увольняйся. А он, рассказывая об этом, говорил примерно следующее. Ты же знаешь, я такой ленивый, не хочу ничего делать, пусть меня уволят по сокращению численности или штата, потом я встану на учет в службу занятости, потом мне там выплатят какие-то пособия. Ну и, в общем, а там, может быть, что-то найду. И вот таким образом, значит, все это тянулось, где-то полгода, может быть, чуть больше. Все уволились, он остался. И тут вдруг банку повезло. Банк ожил и оглянулся вокруг, надо набирать людей. Посмотрел на вот этого человека и говорит, слушай, да ты у нас ведь самый-самый лояльный. Когда все уходили от нас, бросали в трудную минуту, ты остался, ты пережил с нами очень тяжелое время, поэтому мы назначаем тебя, сначала его назначили начальником отдела, IT-отдела, он начал набирать себе персонал. Ну и затем, когда один IT-отдел вырос, потом второй появился, его уже сделали IT-директором. Вот таким образом человек вырос. Ну понятно, что, наверное, управленец, выстроивший внутриорганизационную карьеру, он хорош в своей организации, но не факт, что хорош в другой организации. Кто еще может быть? Менеджер лично преданный владельцу или руководителю компании. Это различные люди, которые завоевали симпатии первого лица. Тут я, наверное, не буду много об этом говорить, потому что мы встречаемся с такими людьми. Это не значит, что они не профессионалы. Вполне возможно, что они вполне профессиональные, но тогда они будут, скорее всего, вот здесь. Они не будут относиться вот к этим около топовым категориям. Ну и, наконец, родственники и другие протежи. Это тоже отдельная история. И еще раз повторяю, все около топовые категории, о которых я говорю, они могут быть вот здесь. И вот наша задача выяснить, действительно ли они высококвалифицированы руководители или нет. Но в любом случае, если они относятся к одной из этих категорий, это фактор потенциального риска, что этот человек не справится с работой. Кроме категорий топ-менеджеров, есть еще и роли. Что значит роль? Это то, что выполняет топ-менеджер. Я сейчас приведу пример три роли топ-менеджера, которые он может выполнять в организации. И потом объясню, что это такое, прокомментирую. И потом мы с вами подумаем, какие же риски несет организация, если роли будут нарушены. Итак, первая роль это ледокол. Ледокол это человек, который приходит на проект, на стартап и развивает это дело с нуля, раскручивает все и потом ему становится скучно, он, как правило, уходит уже на следующий проект. Но некоторые ледоколы могут задержаться и дальше. И уже, когда все налажено, все процессы, бизнес-процессы налажены и так далее, они продолжают работать. И еще одна роль это технолог, текущая деятельность. Вот этот человек появляется в организации или должен, скажем так, появиться в организации и он хорош тогда, когда все отлажено. Ледокол все это сделал, все наладил, приходит технолог и в рамках стандартов работает при этом, иногда меняя что-то, внедряя небольшие изменения для оптимизации бизнеса. Это технолог. И, наконец, еще одна роль это кризис-менеджер. Тогда, когда что-то такое произошло и внешний кризис, внутренний кризис, неважно, и бизнес начинает испытывать какие-то проблемы. И вот в этом случае и в этом случае кризис-менеджер приходит и как доктор, лечит организацию и помогает ей. А теперь смотрите, вот предположим, нам на стартап нужен топ-менеджер. И вдруг приходит технолог. Какой риск будет у организации, напишите, пожалуйста, какой риск будет у организации, если на стартапе окажется технолог со своими взглядами определенными, со своими устоями. Наверное, он захочет какой-то стабильности в организации. Имеются ли какие-то риски, как вы думаете? Такой тип не сможет быстро и гибко реагировать на ситуацию. Совершенно верно. Потому что он привык работать процессуально. А нам нужен результат. Ну и понятно, что в результате, когда человек гибко не реагирует, а работает по каким-то стандартам, самим придуманным или где-то взятым, то в результате стартап может просто погибнуть, не раскрутиться. Та же самая история будет, если мы, так, плюс нужна доля авантюризма, которой у технологов, скорее всего, немного. Совершенно верно. Технологи не любят больших перемен. Нет. Ну какие-то плановые перемены, да. Внедрение изменений, плановые и так далее. Но, вы правильно написали, Светлана, что вот какая-то жилка должна быть такая, авантюризм, да, вот какой-то адреналинчик испытывать. Вот тогда будет, да. Кстати, напишите, пожалуйста, как вы считаете, какой из этих, какая из этих ролей топ-менеджеров самая высокооплачиваемая? Как вы думаете? Какой самый дорогой топ-менеджер? Услуги какого топ-менеджера самые-самые дорогие? Кризис-менеджер, Эмиль считает. Да, и Светлана считает, что кризис. Ну вы абсолютно правы, да. А Татьяна считает, что ледокол. Ну, собственно, они недалеко друг от друга ушли. Кризис-менеджер приходит тогда, когда организации плохо, но организация еще имеет средства для того, чтобы платить, да, и берет хорошего кризис-менеджера. Вот и Лидия тоже за кризис-менеджера. А ледокол, ведь когда он приходит, он тоже, у него есть определенное качество, это все понятно. Но у организации еще нет достаточно денег, а у них либо какие-то кредиты, либо инвестиции, да, они еще не раскрутились. Ледокол будет стоить, вот эта роль, да, Топ-менеджер будет стоить дорого тогда, когда организация уже имеется какая-то и открывает новое направление. Вот туда нужен ледокол. Когда у организации есть другие виды бизнеса, которые могут этого менеджера, топ-менеджера поддержать, да. А вообще вот на рынке самый дорогой это Крис-менеджер, затем идет ледокол и на третьем месте технолог. Мы поняли, что, почему это, вот, потому что и доля риска достаточно большая и, собственно, требуется определенное качество, да, качество от каждого из этих топ-менеджеров. Поэтому перед тем, как переходить к собеседованию, нужно понять, а кто же нам нужен, какую роль он будет выполнять. Далее, чем отличается топ-менеджер от всех остальных? Ну, во-первых, по уровню квалификации, как мы сказали, нам требуются высококлассные топ-менеджеры. Есть матрица квалификации и мотивация. Тот, кто у нас обучался и может быть где-то читал, они знают, что при прочих равных мы выбираем, как правило, кандидата с более высокой мотивацией. Но вот для топ-менеджера важна не только мотивация, но и квалификация, поэтому уровень квалификации, а именно образование, опыт работы, конечно, на это нужно обращать внимание. По поводу мотивации, он должен хотеть работать и хотеть выполнять те функции, которые мы предлагаем. Вот это очень важно. И ключевые компетенции. К ключевым компетенциям топ-менеджера мы относим знания в предметной области, управленческие качества, потому что ему придется управлять не только процессами, но и людьми. Развитые soft skills это мягкие навыки, например, ведение переговоров, работа с конфликтами, эмоциональный интеллект, какие-то другие личностные характеристики и так называемые мета-навыки, которые являются качествами и навыками будущего. Но очень часто soft skills называют мета-навыками, развитый интеллект эмоциональный это больше относится к мета-навыкам. Итак, переходим собственно к рекомендациям, мы поняли, кто такие топ-менеджеры, какие топ-менеджеры нам нужны и переходим к рекомендациям. Я вижу чат, есть еще одна разница в отношении, к ледоколам относятся не так серьезно, главная огонь, в глазах азарт и так далее, чего в стартапах по-моему. Это да. Да, Светлана, спасибо, что вы об этом написали. Вот ледоколы это уже неизбежность, чтобы выжить, заплатишь любые деньги, а технологии, ну зачем им платить, они же просто делают свою работу. Да, да, это и есть такое, правда. Итак, пять рекомендаций. Значит, первая рекомендация по подготовке, вторая рекомендация по общему впечатлению, которым мы проводим, производим на кандидата и кандидат производит на нас, естественно. Третье, это проведение интервью и получение информации, на что нужно обращать внимание. Четвертое, роль HR в процессе отбора. Я еще раз хочу напомнить, что в первую очередь я готовила этот вебинар именно для тех, кто будет проводить собеседование с топ-менеджерами и HR, но это может пригодиться, наверное, всем остальным тоже. и, конечно, стратегии поведения. Итак, подробнее о каждом из этих рекомендаций. Рекомендации первая. Подготовка. Перед тем, как встретиться с топ-менеджером, необходимо с кандидатом необходимо собрать как можно больше информации о специфике бизнеса. Вообще, по-хорошему, конечно, любой HR должен хорошо знать бизнес. Он должен быть не просто HR, а бизнес HR. И чем лучше мы будем знать, тем легче нам будет общаться. Вот Эмиль пишет, что технологам можно и не платить. Чем меньше плачешь, тем быстрее начинает искать кризис-менеджера. Ну да, смешно. Следующее. При подготовке нам нужно определить четкие требования к кандидату, оптимальный профиль выстроить. Помните, мы с вами говорили, что топ-менеджер бывает разных категорий, выполняет разные роли и, конечно, разные компетенции. Чем четче мы определим вот этот портрет, профайл топ-менеджера, тем легче нам с вами будет уже проводить собеседование и мы будем понимать, это наш человек, это тот, кто нам нужен или тот, кто нам не нужен. И, конечно же, подготовить вопросы для получения необходимой информации. Некоторые HR любят импровизировать, пришли на собеседование, ну и так задают вопросы, которые приходят в голову. Или по резюме, знаете, вообще, по-моему, это мовитон, когда мы берем резюме и начинаем по резюме идти. Расскажите об обучении, расскажите о последнем и работе, о последнем и так далее. Это, конечно, неграмотное проведение интервью, хотя структурированное достаточно, но неграмотное. Так вот, всегда нужно готовить вопросы определенные, последовательности, но то, что касается топ-менеджеров, это просто необходимо, это жизненно необходимо, иначе мы просто провалим все интервью. Второе, это общее впечатление. Ну, во-первых, мы должны произвести впечатление на топ-менеджера, поскольку вот Светлана нам писала о том, что они бывают разные, с разными стратегиями, сейчас я им тоже скажу, и понятно, что человек, пришедший на собеседование, он чего-то ожидает от нас, и, наверное, он ожидает некого статусного лица, с кем он сможет разговаривать на равных. И если перед ним девочка или мальчик, молодой человек, топ-менеджеры, как правило, уже все-таки люди, такие, скажем так, взрослые, да, вот, прошедший какой-то определенный путь, и перед ним вот такая девочка или мальчик, да еще и с кружкой в руке, который сидит, пьет во время собеседования чай, и задает какие-то вопросы по бумажке, а потом отмечает, правильно он ответил или нет, конечно, это несколько раздражает, безусловно, поэтому соответствующий внешний вид должен быть и внешний, я имею ввиду, прическа, одежда, настроение. То есть, мы сразу же с первого момента должны показать всю серьезность нашего намерения и показать, что мы люди, с которыми надо проводить переговоры, и мы имеем какое-то тоже решающее слово. Если совсем страшно разговаривать с этими кандидатами на топ-менеджмент, можно первое интервью проводить в присутствии статусного лица, например, попросить кого-нибудь, если сам генеральный директор или собственник не готов, занят и так далее, он хочет, чтобы мы провели какую-то предварительную работу, можно пригласить кого-нибудь из его заместителей, например, и в их присутствии задавать вопросы. То есть полностью интервью проводим мы, но вот это присутствие статусного лица несколько сдерживает кандидата, если вдруг он захочет как-то изменить свою стратегию. У меня был случай, когда кандидат настолько, у кандидата был статусный барьер, кандидат на роль топ-менеджера. Статусный барьер. Кстати, вот я сейчас расскажу, а вы подумайте, как вы думаете, к какой категории относился этот кандидат по ролям ледокол, кризис-менеджер или технолог. Так вот, у него был достаточно высокий статусный барьер, и когда мы разговаривали втроем, это заместитель генерального директора, я как рекрутер тогда еще и плюс этот кандидат. Так вот, я задавала вопрос, обращаясь к кандидату, кандидат смотрел на то, как отреагирует статусное лицо заместитель генерального директора, тот как-то реагировал, да, нет, не знаю, и дальше он смотрел на меня, заместитель генерального директора, ну, потому что все вопросы задавала я, и модератором собственно была я. Затем я задавала вопрос этому кандидату, он опять смотрел на заместителя генерального директора, заместитель смотрел на меня, я, ну и так далее. Вот такой треугольник у нас был. То есть меня абсолютно не замечали ко мне. Такое отношение со стороны кандидата было как к синхронисту-переводчику. Их же не замечают обычно. Делаешь свою работу и делаешь. Так, вот я вижу ответы. Лидия, Эмиль, Елена и Наталья написали технолог. Да, действительно он был технологом. И вы абсолютно правы. Потому что именно технологи, они стараются не выходить за рамки каких-то ограничений. И Ледокол и Крис Мендж, они работают в более серьезных таких вот ситуациях, где им надо преодолевать кого-то или что-то. И они, конечно, переговор так не ведут. Да, вы вот прям молодцы. Даже по поведению человека можете уже определить его роль. Далее. Мы всегда проводим собеседование в стиле партнерские переговоры. Что это означает? Есть разные стили, но мы в данном случае не можем ни на шаг выше стоять, ни на шаг ниже. То есть мы должны быть на равных. Несмотря на то, что, допустим, сейчас я работаю просто рекрутером. Но любое интервью это переговоры. Мы понимаем, что если топ-менеджер пришел к нам на собеседование, значит ему тоже нужна работа. И может быть он всю жизнь мечтал работать именно в нашей организации. С одной стороны, это усиливает нашу позицию. С другой стороны, не надо сильно завышать свои полномочия, потому что на самом деле решающее слово все равно будет не за нами. Поэтому поведение корректное, с чувством собственного достоинства. Далее. Проведение интервью, получение информации. Здесь мы будем задавать определенные вопросы. Круг вопросов мы заранее подготовим. И нас будет интересовать его квалификация, для того, чтобы понять, к какой категории он относится. Топ-менеджер. Уточнить его мотивацию, что его мотивирует. Про мотивирующие кнопки в одной из следующих наших встреч расскажу. И уровень развития ключевой компетенции, который нам требуется. Ну и, естественно, понять роль его. Кроме того, надо использовать различные приемы и методики для получения нужной информации. Не только прямые вопросы, вот такие раскрытые, открытые вопросы. Но и проективные методики можно использовать, кейсы можно использовать, интервью по компетенциям можно проводить. То есть все это нужно обязательно подготовить. Чем больше методик мы будем использовать, тем лучше мы поймем сущность этого человека и его дальнейшее поведение. Четвертое. Роли чара в процессе отбора. Как мы говорили, кандидаты могут по-разному себя вести. Но наша с вами задача быть уверенным в себе. Иногда кандидат приходит и с удовольствием проводит, участвует в этом собеседовании, отвечает на вопросы, помогает ИЧАРу. Иногда даже непонятно, кто проводит собеседование. А ИЧАР сидит с дрожащими руками и губами, потому что очень волнуется и переживает. Так вот первое, что нужно сделать, это настроиться. Если пока еще не умеем настраиваться, надо учиться. У нас есть отдельные тренинги по стресс-менеджменту, чтобы уметь держать себя в руках. И мы будем спокойны тогда, когда мы будем понимать свою роль. Бояться, что мы что-то не так скажем с точки зрения его знаний и специфики, или какой-то вопрос задаем детский или дурацкий, не надо. Потому что понятно, что мы не на его уровне находимся, и он нам нужен именно для того, чтобы он это делал, а не мы. И вот эту роль надо объяснять. Ну, например, сегодняшняя наша встреча подсвящена нашему знакомству. И в дальнейшем, если она пройдет удачно, итогом этой встречи будет ваше следующее собеседование с лицом, принимающим решения. Чувствуете, да? То есть здесь мы показали очень корректно, что от меня тоже кое-что зависит. Я первое впечатление создаю, и дальше уже будем идти дальше. Если топ-менеджер вдруг начинает оперировать какими-то терминами, которые мы не знаем, не стесняемся, сдаем. Не надо кивать и говорить, да-да, конечно, где-то я это слышал, вот это просто смешно. Знаете, отлично, киваем, поддакиваем. Не знаю, простите, я правильно поняла, что вы говорите вот об этом? Ах, нет, не могли бы пояснить? С одной стороны, мы обогащаем себя, с другой стороны, топ-менеджер может проявить себя. Мы, кстати, будем смотреть, как он себя ведет, потому что он может проявить себя как наставник. А топ-менеджер, он, по идее, должен быть наставником для всех остальных. Если его раздражают эти вопросы, и он как-то нервничает или не хочет отвечать, ну, это говорит о том, что, скорее всего, он сам не уверен в том, что он говорит. Ну и, наконец, стратегии поведения, да, стратегии поведения. Кандидат может по-разному себя вести. Он может быть агрессивен. Например, так, ох, опять девочка или мальчик, ну что вы можете понять во мне? Я же такой специалист, я звезда, а вы тут сидите, ерундой занимаетесь, глупые вопросы задаете, какие-то бумажки даете мне оформить там, типа анкеты и всего прочего. Да, пригласите взрослого дядю, мы с ним перетрем и, собственно, все выясним. Это агрессивная позиция. Может быть, позиция манипулятивная, когда мы объяснили свою роль, и кандидат понимает, что от нас что-то зависит, хотя бы следующая ступенька, да, то есть мы можем помочь ему перейти на следующую ступеньку, а мы можем и не помочь. И он начинает каким-то образом манипулировать нами. Хорошие топ-менеджеры умеют это делать, потому что они этому учились, и они через это прошли. Может быть, дружелюбная, знаете, чуть ли не на «ты» переходит, сокращает барьеры, расстояние, и начинает вот тыкать, ну, ладно, по имени называть, уменьшительно ласкательной и так далее. Может быть, равнодушная. Ну, хорошо, если через вас нельзя пройти, давайте, задавайте свои вопросы, как-нибудь потерплю до следующего дня и так далее. Нам, конечно, нужно четко понимать, что это за стратегия, причину этого, потому что если человек выбирает одну из этих стратегий, то, скорее всего, он чувствует слабость своей позиции. Почему эту слабость, мы пока не знаем, надо тоже выяснять. Почему он вдруг начал заискивать перед вами, например, да, или наоборот, агрессивно себя вести. Может быть, у него бэкграунд какой-то был, не очень удачного взаимодействия с HR, например, и так далее. Вот, поэтому нужно это понимать и выстраивать свою стратегию таким образом, чтобы заранее предполагать, что стратегия может быть разного кандидата. Ну, например, что я буду делать, если он агрессивен? Что я буду делать, если это манипулятор? Ну, по поводу агрессии, наверное, тем более, если она так ярко выражена, я думаю, что надо быстренько завершить собеседование и на этом расстаться. Если это манипуляция, то надо уметь противостоять манипуляциям, вообще этому надо учиться. Вот Эмиль написал, что в HR слабакам не место, это профессия для остальных людей. Тут я соглашусь, да, действительно, мы должны быть стрессоустойчивыми и не поддаваться манипуляциям. По поводу дружелюбия, наверное, надо поставить на место, например, таким образом, что мне будет приятно, если вы будете называть меня по имени-отчеству. И еще раз повторить, меня зовут Ольга Юрьевна, например, да, вот, и на вы, например, да. То есть очень спокойно, но твердо поставить на место, потому что даже если мы принимаем на работу, то потом каким образом мы будем с ним общаться? Он по статусу выше нас, да, и он будет ходить и называть нас вот так. Ну и по поводу равнодушия тоже надо сделать определенные выводы и, наверное, так же, как агрессивное, быстренько все это свернуть. Ну что ж, коллеги, наш вебинар заканчивается, подходит к концу. Если какие-то вопросы остались, пожалуйста, пишите. Я еще раз напоминаю, что в воскресенье, два воскресенья у нас будет курс, практический курс по подбору персонала. Вот, и мы там будем проводить собеседование. Приходите, мы вас ждем. Сегодня мы с вами поговорили о том, кто такой топ-менеджер, категории топ-менеджеров, роль топ-менеджеров, отличительные качества топ-менеджеров. И я постаралась дать вам рекомендации, особенно начинающим HR-ам, для проведения топ-интервью. Как себя нужно вести, чтобы не волноваться, не переживать и произвести хорошее впечатление топ-менеджера и в то же время его оценить. Подробно можно узнать на нашем курсе о проведении интервью топ-менеджера. И сейчас я буду отвечать на вопросы и бонус. Я вижу вопросы в чате, сейчас я обязательно отвечу. По поводу бонуса. Подарок всем участникам. Если вы зайдете в свой личный кабинет, то на странице группы я сейчас размещу вам чек-лист для проведения интервью с беседами с топ-менеджером. Там же вы увидите все слайды, которые я показывала. Это презентация будет. И вы можете скачать из личного кабинета и чек-лист, и слайды. Если вы почему-то не можете войти в личный кабинет по какой-то причине, можете написать мне по адресу осветлышево.специалист.ру и я вам вышлю весь этот материал. Запись я ввела, запись вебинара на сайте YouTube. Вот ссылку тоже разместила. И, пожалуйста, ваши вопросы. Да, вижу ваши вопросы, сейчас буду отвечать. Значит, бывало ли у вас интервью или гипотетически, если кандидат подходит по навыкам и имеет определенный опыт, но имеет нечеткую дикцию, как работодатель поступает. Спасибо, Вика. Очень хороший вопрос. Это, если мы говорим о топ-менеджерах, именно о топ-менеджерах, то да, бывали люди, у которых, скажем, дикция, может быть, дикция, может быть, координация, может быть, что-то еще не совсем соответствовало моему представлению. Вместе с тем нужно четко понимать, какие задачи он будет выполнять, потому что в некоторых организациях назначают директора, ну, предположим, IT-директора, у которого еще нет подчиненных. И вот он в единственном лице IT-директор, но статус уже вот такой. И если он просто выполняет функции системного администратора, то, наверное, ничего страшного в этом нет. Если же этому топ-менеджеру понадобится проводить переговоры, какие-то переговоры с внешними клиентами или внутри делать какие-то презентации серьезные, то есть если это такое публичное лицо, то в этом случае, конечно, на внешние данные мы должны обращать внимание, в том числе и на его дикцию. Что касается навыка и опыта, то я вам честно скажу, топ-менеджеров очень много. И я на себе это испытала, когда устраивалась на работу HR-директором. Чем выше верх, тем меньше вакансий и тем больше конкуренция. Поэтому уверяю вас, сейчас на рынке очень много топ-менеджеров в связи с последними событиями. Потому что, когда оптимизируют, в первую очередь сокращают штатные единицы руководителей. И людей с определенным опытом и навыками, и компетенциями, и образованием, я думаю, что можно найти. Поэтому тут надо смотреть на весь портрет. То есть помните, с чего мы начинали? Мы составляем сначала профайл, нет, сначала портрет такой, образ, кто нам нужен. И потом под этот образ уже смотрим, насколько это критично или не критично. Вика, если я ответила на ваши вопросы, поставьте, пожалуйста, плюс. Коллеги, если еще какие-то есть вопросы, задавайте. А я... Да, спасибо вам. Я еще раз благодарю вас за то, что вы в субботу вечером нашли в себе силы и время, и желание пообщаться со мной. Я вам очень признательна. И до новых встреч. Если есть какие-то пожелания, пишите. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.